С вами канал «Учебник вслух». Биология, 6 класс. Тема урока «Что мы узнали о жизнедеятельности организмов?». Все живые организмы питаются. Питание – это процесс получения организмом веществ и энергии. Для растений характерен фотосинтез – процесс образования в хлоропластах органических веществ из воды и углекислого газа, происходящий с использованием энергии солнечного света. Пищеварение – это процесс превращения сложных органических веществ пищи в более простые, доступные для усвоения организмом. Организмы дышат, при дыхании осуществляется газообмен, в организм поступает кислород, из него выделяется углекислый газ. Различают клеточное, кожное, трахейное, жаберное и легочное дыхание. У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью. Кровеносная система у многих животных состоит из сердца и сосудов. У растений перемещение веществ происходит по проводящим тканям. Вода и минеральные соли передвигаются по сосудам древесины, органические вещества по сетовидным трубкам луба. Из организмов животных продукты распада удаляются благодаря деятельности выделительных систем. Основные органы выделения у позвоночных – это почки. Обмен веществ и энергии – характерный признак живого. В ходе обмена веществ происходит постоянное превращение одних веществ в другие. В организмах функцию опоры выполняют различные типы скелетов. Различают внутренний и наружный скелет. Движение – это проявление жизни. Животные способны к активным перемещениям. У растений при определенных условиях органы или их части могут менять свое положение. Координация и регуляция деятельности живых организмов осуществляется благодаря деятельности нервной и эндокринной систем. У растений основную роль в регуляции играют гормональные вещества. Размножение – характерное свойство живых организмов. Различают бесполое и половое размножение. В бесполом размножении участвует одна особь, которая образует идентичные дочерние особи. В половом размножении принимают участие две родительские особи. Новый организм возникает в результате слияния двух специализированных половых клеток. Индивидуальное развитие организма начинается с оплодотворения и образования зиготы. Для цветковых растений характерно двойное оплодотворение, в результате которого из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш, а из центральной клетки зародышевого мешка – эндосперм. Семя образуется из семизачатка, содержит зародыш, питательные вещества и имеет защитный покров. Для его прорастания необходимы вода, воздух и определенная температура. В развитии зародыша животных различают стадии дробления, бластулы, гаструлы и нейрулы. Развитие бывает прямым и непрямым. Что такое питание? Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Какие организмы называют симбионтами? Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Из чего состоит кровь? Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Почему листья осенью желтеют? Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Каково значение скелета? Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Кто такие гермафродиты? Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Сравните организм симбионт и организм паразит. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Чем различаются хвостовые плавники, рыб и китов? Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...